Всем привет интернет! Кто регулярно и постоянно смотрит мои обзоры, знает, что я не очень люблю, а вернее очень не люблю и даже ненавижу магнитный кабель для зарядки. Просто потому, что сколько я их не тестировал, сколько я их не перебирал, я так и не смог найти более-менее достойного по качеству кабеля. Но, тем не менее, магнитный кабель для зарядки мне понадобился. Я решил в очередной раз не экспериментировать, не перебирать, не покупать кабеля, а решил купить штуки, которые в народе именуются переходниками, которые позволят мне сделать из любого кабеля, который есть у меня в наличии, простого кабель для зарядки магнитный. Это переходничок USB Type-C и это переходничок microUSB. Мне в данный момент нужен microUSB переходничок, но на всякий случай взял Type-C. Если окажется, что переходнички годные, я закажу себе еще. Работает все очень просто. Вы вставляете, он, кстати, двухсторонний, может вставляться любой стороной. И, кстати, я вам скажу, что его не так-то просто и вытащить. То есть, он довольно мощный, вставляете вот эту штуку магнитную в ваш девайс. Это у вас будет примагниченаться вторая часть переходника. А сюда вставляете любой кабель, который у вас есть в наличии. Все. А мощный и хорошо, да, мы господа, они держатся не только за счет магнита, но и за счет своей конструкции. А конкретно, смотрите, тут не просто сделаны контакты, которые прилипляются к ответным контактам на другой стороне кабеля, а здесь сделана вот такая вот стеклотекстолитовая контактная площадка, которая входит в ответный паз на вот этой вот части. О, ничего себе, тут еще и светодиодный индикатор работы есть. Ну и единственное, лишь бы качество не подкачалось, сейчас и проверим. Ток 2 ампера, на 2 амперах мой блок питания напрямую подключенный с помощью кабеля к тестеру выдает 4,89 вольт. Ну и тот же самый блок питания, подключенный тем же кабелем к тому же тестеру, но уже через этот переходник, выдает 4,8 вольт. То есть на 2 амперах хорошего такого зарядного тока потери у нас составили, ну, можно сказать, 0,09. Ну, окей, 0,1. Более того, скажу, что так как переходники содержат полноценное количество шин передачи данных и напряжения, они поддерживают, как вы видите, быструю зарядку. Ну, в общем, что? Мне нравится, могу рекомендовать, буду сам пользоваться. Ссылочки, если что, в описании. На этом все, оставайтесь на канале. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok